Здравствуйте, меня зовут Александр Анушкин, я директор факультета медиа университета Синергия. В широком смысле сегодня, в 2024 году, ничем. Кроме того, что журналист ограничен огромным, безумным количеством законов, подзаконных актов, нормативов и так далее, и так далее, и так далее. А блогера ограничивает на сегодняшний день только его совесть. У журналиста совесть как бы по умолчанию должна работать. А так нет, ну журналист должен быть спокойнее. Журналист не должен бегать по потолку и кричать «А-а-а-а-а-а-а-а», да? Журналист не должен употреблять абсценную лексику. Журналист должен быть устойчивее, что ли, чем блогер, да? Блогеры такие белки-стерички, вот как на миме, да, знаменитом. Они бегают так «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Журналист все-таки, ну как бы, человек взрослый априори, он сначала все оценивает, а потом что-то говорит. Безусловно, да. Я всегда привожу такой пример. Все знают, что существует такая картина, называется «Черный квадрат», которую нарисовал товарищ Малевич. И люди говорят, о, я тоже могу нарисовать «Черный квадрат» и, значит, таким образом прогласить конец искусства, и все, и как бы до свидания, да? Малевич фигня, я Новый Малевич. Я нарисую вам черно-зелено-оранжевый квадрат. Нет, не нарисуешь. Чтобы прогласить конец искусства, нужно сначала искусство понять и постичь. Чтобы работать в упрощенной форме, блогеры – это больше технология, чем дар или талант, да, или навыки. Нужно сначала вот этими науками овладеть. Рок-музыкант, например, возьмем, да? Они же не учатся играть сразу на электрогитаре с черепом, да, включенной в, там, комбик через восемь ухукшайзеров, чтобы было… Да, они учатся играть, правее сидел кузнечик на одной струне. Потом они учатся играть, значит, там, какой-нибудь романс. Потом, значит, что-то еще, потом что-то еще. И вот когда у них классика выходит в совершенстве, а можно идти и заниматься ухукшайзингом. Блогинг сегодня, пусть меня никто не обижается, я сам, как бы, немножечко блогер, это ухукшайзинг. А журналистика – это классика. Поэтому хороший журналист может стать отличным блогером. Отличный блогер никогда не станет даже средним журналистом. Ну, я так скажу, наверное, восемь из десяти выбирают эту специализацию случайно. Ну, вот где-то в начале своей карьеры, когда человек, ну, просто попадает на какое-то мероприятие дико интересное, которое его цепляет. И ему хочется узнать больше, углубиться, стать специалистом. Кому-то, знаете, предписано, что ли, это такое вот на роду написано, когда мама макроэкономист, папа микроэкономист, да, вот. Я, значит, у меня в семье эксперты, да, я поневоле тоже начинаю разбираться там в экономике. Есть люди, которые целенаправленно идут, но целенаправленно идут, как правило, кстати, на спорт. Вот. А и я знаю, что в некоторых вузах Москвы начали готовить вот прям по направлению, там, спортивную журналистику. По мне странно, но, ну, тем не менее. И большинство ситуативно, вот, где-то оказался, что-то, что-то такое увидел, думаешь, вау, хочу все знать. И начинаешь углубляться, 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 углубляться. Вообще, как говорила одна из моих учителей, что журналист такой человек, который знает все и ничего. Ну, то есть поневоле, да, поневоле тебе приходится знать все. Особенно, если ты работаешь в большой новостной редакции в «Катушке». И ты утром приходишь на работу и едешь на пожар, днем в Госдуму, вечером в Большой театр. На следующий день у тебя запланирована, не знаю, там, работа на футбольном стадионе, но где-то рушится мир, и тебя отправляют там в самолете на другой континент, значит, наблюдать, как именно он рушится. Поэтому журналисты прикольные собеседники, да, они действительно кажутся, что знают все. То есть там барышню очарователь, молодого человека, это, пожалуй, вот сюда. Чтобы журналисту, блогеру, гражданскому журналисту, неважно, как это все называется, вообще строить карьеру, нужно прежде всего быть любопытным. Если человек не любопытен, ему тут делать нечего. Во-вторых, человек должен быть очень трудолюбив и трудоспособен. Если человек лентяй, ему тут делать нечего. Ну и, конечно, все люди, которые работают в медиа, люди поврежденные, люди с очень развитым, так сказать, нарциссическим расстройством. Поэтому если вы не нарцисс, то в медиа вам будет сложновато. И речь сейчас не только о тех, кто работает в кадре, кто работает лицом и под своим именем. Потому что каждое медиа-достижение, даже продюсерская договоренность, редакторская удача, когда ты как-то по-особенному выписываешь текст. Это все для нарциссов. Это порадоваться. Потому что ты знаешь, что ты взаимодействуешь с миллионной, многомиллионной аудиторией. Но ты ее не видишь. Тебе нужно ее все время представлять. И видеть, как она тебя хвалит, ругает, взаимодействует с тобой. Есть такая редакторская максима 20 века о том, что никто никогда не будет читать новость про самолет, который вовремя взлетел и вовремя без происшествий приземлился. Не мы такие, жизнь такая. У аудитории есть определенный запрос. Аудитория хочет щекотать себе нервы. Аудитория не хочет слышать о том, что у них хорошая погода. Она может сама выглянуть в окно и убедиться, что погода ничего себе. Аудитории неинтересно о том, что курс рубля стабилен, потому что аудитория в этом убеждается каждый раз, получая зарплату и отправляясь в магазин. Аудитория хочет страданий, слез, крови, секса, всяких мерзостей. И очень много говорят о том, что СМИ должны играть какую-то воспитательную роль и воспитывать аудиторию. Но аудитория невоспитуема. Есть же телеканал «Культура», аудиторные показатели которого стремятся к стату погрешности. Но я не хочу никого обижать. Есть прекрасные события, которые транслируются по телевидению, например, и в интернете тоже сейчас транслируются. Красивый фестиваль классической музыки, оперной, который собирают огромную, миллионную аудиторию у телекран. Есть праздник выпускников Аллы Паруса в Петербурге, которые смотрят десятки миллионов и в онлайне, и в телеке. Но это такое, как бы, гурманство. В массе своей аудитории хочется такую дрянь смотреть и читать. А про то, что все спокойно, все здоровы, так сказать, желаем вам тоже всего отлично, ну, как не заходит. К сожалению. Ну, к великому сожалению. Чтобы читать и понимать новости, нужно, прежде всего, развивать в себе критическое мышление. Потому что в последнее время в СМИ, особенно в сегменте так называемых новых меди, очень много фейков, очень много передергиваний, очень много субъективного, авторского. И вот это все нужно отсекать. То есть открывая любой текст, если это не сводка информационного агентства, где содержится фиксация факта, то нужно уметь делить это все на 45, а результат еще пополам. Без критического мышления сегодня прожить технически невозможно. Вопрос, конечно. Знаете, мы живем в очень интересное время. Оно уже, как бы, не постмодерн, не метамодерн. А бог знает, как правильно называется. И понятие достоверности стало настолько субъективным. Не хочу приводить какие-то конкретные примеры, чтобы не задеть чьи-то чувства. Но, в принципе, любое событие мы можем, не перевирая смысл, трактовать вот как угодно, на 360. Что угодно можно делать с информацией, не искажая ее. Просто нарративы будут разные, подавать будем по-разному. Поэтому достоверную информацию можно найти везде. Но для этого нужно отсечь все оценки. И делать выводы внутри для себя. Вот как мы видим ситуацию, так оно для нас достоверно. Все трактуется по-разному. Конечно, там Центробанк поднял ставку рефинансирования. На этом достоверная информация заканчивается. Дальше начинаются трактовки. Одни говорят, это ужасно. Другие говорят, это прекрасно. Там третий говорит, да нормально, прорвемся. Особенно вот в этой категории. Поэтому факт, правда. Все, что вокруг, полная фигня. Если вы сомневаетесь в фактах, которые вам дают, то тут действует правило трех источников. Чтобы убедиться в том, что это действительно было на самом деле, проверьте трех источников. Не обращая внимания на оценки. Вот просто не знаю. Там Иванов встретился с Петровым. Было это или не было? Если это дает один источник, то не факт. Если два, вероятность уже больше. Если три, сто процентов. Значит, точно встретились. Что они там обсуждали, знают только Иванов и Петров. И пока они не поговорили с нами, не встали перед телекамерой, не написали пресс-релизы или в своих телеграм-каналах, мы не знаем, о чем они на самом деле говорили. Обсудили ряд насущных вопросов современности.